Добрый день! Сегодня 3 июля 2018 года, я уже собралась идти праздновать юбилей к своей подруге и думаю, пока я такая красивая, давайте-ка мы начнем с вами делать обзор покупок, распаковок уже июля, месяца в июне у нас таких набралось целых 5. Спасибо за то, что вы посылаете на мой адрес свои заказы, мне очень приятно, я ниже поставлю вам координаты НАТО из Москвы, готова вас за руку провести, если вы хотите что-то приобрести и не знаете, как это сделать. А мое приобретение вот такой шикарный чехол для моего телефончика, у меня стал уже так потрепываться мой старый чехол, кошелек-то я выбросила, выбросила я его, да, я его выбросила, потому что там замок поломался, я стала деньги терять. И я не стала дома покупать никакого чехла, решила, что все равно в Вегас езжу, там буду что-то и покупать, и я купила вот такой, причем мы с подругой договорились, у меня там подруга, у нас с дочерью там есть подруга, и ребенок мой уезжал на день раньше меня, я говорю, вот я одна остаюсь в четверг, ты приедешь ко мне, мы с тобой съездим, выберем мне чехольчик, она даже знает место, в которое бы она меня повела. И мы шли, вот по переходу из Венишин, можно пройти в палац, я знаю где проходить, но никак не могла в это место выйти, и спросила молодого человека сама, а он у нас чего там только не продавал, и мы у него делали целых три покупки, такой мальчик повался славный, так хорошо умел продавать, и вот, I'm sorry, и я заказала в первую очередь, попросила в первую очередь мне найти, чехол, у которого есть, куда положить карточку, и куда положить ID, потому что бывают часто ситуации, что я иду просто в сумочку, кидаю просто один телефон, и чтобы вот карточка была, мне такой надо было, и он вот предложил такой, и я не смогла от него отказаться, и он же мне поменял вот это стекло, которое защитное, я думала, у меня поломалось правдичное стекло телефонное, думаю, господи, столько было телефонов, ни разу стекла не разбивала, а тут под защиткой разбила, оказалось, что это у меня защитка, вот он мне ее поменял, и телефончик вот так обредил, а все остальное я буду рассказывать завтра, потому что муж уже меня зовет, мы поехали, тра-та-та! Мальчик так талантливо продавал, что мы не удержались, купили у него еще две вещички, первая из них вот такие вот наушники, про, а, верх ногами подняла, извините, вот так они называются, они вот в такой коробочке, что для меня удобно в сумку бросать, и они сворачиваются, они сворачиваются, становятся вот такими вот малюсенькими, вот малюсенькими, а когда разворачиваются, вы их надеваете под волосы на души, вот так, и когда у меня волосы распущены, я сегодня вам в хвостиках, то их практически и не видно, люди не знают даже, что вы что-то слушаете, что мне, в принципе, очень удобно, мне очень удобно, потому что я могу их, может быть, и в школе включать, и какую-то книжечку слушать, вот такая незаметная штучка, и в них много-много всяких полезных еще приспособлений, то есть, если я время выберу, потом уже, когда в школу пойду, то, может быть, я про них сделаю отдельный ролик, потому как, ну, а не стоит того, чтобы про них поговорить, и я, конечно, сделала большую глупость, что не записала голос нашего очень талантливого продавца по поводу всех тех кнопочек, которые присутствуют, то есть, я могу теперь, не прикасаясь к телефону, вызывать на помощь Siri моего телефончика и отвечать на все звоночки, и что очень удобно, если я в каком-то шумном месте, люди, которые со мной разговаривают, они слышат только мой голос, то есть, он такой продвинутый очень, и я решила, что для моей безопасности, что я могу его использовать в машине, а не тянуться к телефону, для меня это очень важно, и мне, честно говоря, надоело доставать телефончик из кармана, переключать с одного трека на другой, когда я слушаю книгу, здесь кнопочка, которая позволяет это сделать, вот так я решила потратить свои следующие 100 долларов, то вот это стекло плюс мой чехол тоже обошлись мне в 100 долларов, но он так красиво продавал, что мы не смогли удержаться, а следующую вещь я вам не покажу, дочь ее увезла домой, это Bluetooth, но очень мощный, и тоже с переключателями, с большими возможностями, и самое главное, он амфибия, он не тонет, и он не страдает от воды, а дети мои дома не сидят, и помимо всего того, что они куда-то едут, путешествуют, они еще очень любят с палаткой куда-то выезжать, и в прошлом году они спускались на лодочках с друзьями, и лодка перевернулась, и у них вся провизия упала в воздух, что-то там испортилось, а Bluetooth не испортится, и у нее была необходимость его поменять, потому что у них был такой большой, который еще на ножках, и что-то там с ножкой произошло, то есть была необходимость все равно его менять, но здесь вот такой мальчик талантливый, что мы решили, что подарок мужу же надо везти, вези уже вот этот Bluetooth, и он его с удовольствием принял. Я картиночку поставлю здесь, что если кто-то заинтересуется, то смотрите, может быть, вы тоже такие захотите. Начинать мои покупки нужно было не с телефончика, не с корочки для телефончика, а с вот этой прекрасной сумочкой, с которой приехали навстречу Катюшка, Вильям и их девочки. Катюшка работает в Шанели, она мне привезла кучу всяких пробников, и среди них была вот такая шикарная тушь, полноценная, от Шанель. Я ею начала пользоваться уже там, и у меня в Шанели туши не было никогда, она мне очень нравится, она еще и водоустойчивая. Я на ней не прочла этого, потому как я ее в руках не держала, но потому как я смываю ресницы, я понимаю, что это водоустойчивая тушь, то есть в ней купаться еще можно, и я с удовольствием ей буду пользоваться, вот только последнюю свою измажу, последнюю, которую совсем недавно купила от Клиник, из-за сумочки я ее купила. Кстати, ребенок меня ждал с этой сумкой в Вегасе, и в следующий раз я, наверное, и поеду с чем-то подобным, потому что по Вегасу все-таки удобнее ходить не просто с маленькой сумочкой, а иметь с собой все. Где-то косыночку накинуть, где-то обувь переодеть, потому что чаще всего мы утром выходим из номера, а возвращаемся только вечером. Иногда прискакиваем домой для того, чтобы нэпнуться, хотя бы минут на 15 отдохнуть и снова куда-то уходить. Вегас – то место, по которому ходят. Ходят много. У нас есть распаковка. Я уже хозяйке показала. Теперь показываю вам. У нас вот такие вот очень удобные. Они не силиконовые, они от Крокса. От Крокса вот этот специальный материал, который среднее между плазмассой и силиконной резиной, но они абсолютно хелси, они очень хороши для здоровья. И девочка сказала, что она их купила на Эбэе за 19 долларов. Не знаю, платила ли она за доставку, но обувь очень достойная. И по такой цене, конечно, это очень здорово. Вон, ей еще положили скидку на 25%. Come as you are. Вот такая какая-то рекламка у нее там стоит. Все это я ей отправлю. Если ей понадобится, то она этим будет пользоваться. А я хочу сказать вот о чем. В прошлый раз я вам рассказала, что я купила клиника, но мне понравилось. Вот фотоаппарат. Вот теперь смотрю. Ну, камень. Ладно, фотоаппарат. Вот камеру мою. Смотрите, какое грязное вот это стекло. То есть, если будете брать, то, наверное, что-то другое. Потому что оно, конечно, с этой стороны поприличнее смотрится. Вот видите, просто стеклышко. На нем те же самые отпечатки пальцев не чувствуются. А с этой стороны вот оно все такое заляпанное. Все такое заляпанное. Я, когда вам открывала, говорила, ой, как здорово тут зеркальце сразу же. Оно, конечно, неправильно отражает. Оно неправильное зеркало. Но красиво очень. А это красиво вот не для таких дам, как я. Если бы это моей сестре в руки попало, она бы каждый раз его очищала и ставила вот в таком идеальном состоянии. А я все это просто беру в руки, потом кладу, а потом обнаруживаю, что это пятна. Но оно не очень долго для того, чтобы все это почистить. И вот такое становится. Калетку потерла. Калетку потерла. Так, и покупок у меня пока больше нет. Я думаю, что выпущу этот ролик такой, как он. А сейчас прощаюсь. А с вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.